всем привет сегодня необычный эксперимент эксперимент такой что все равно что борщ есть варенье круче будем плавить алюминий с пластиком один зритель предложил это дело повторить после летнего моего эксперимента где случайно уронил пластик в алюминий и получилось хорошая заготовочка там в комментариях дальше вы его поддержали тут недавно мне написали что так даже делали чуть ли не на производстве провода в алюминии окунали и были заготовки лучше и поэтому сегодня попробуем что будет потому что люди же соленый чай пьют пьют вроде нелогично но пьют и говорят вкусно так плавлю я сегодня вот эту болваночку это одна первая плавка я ее просто пробовал сливать в чугунную трубу ну и даже не протачивал потому что ну первая плавка тут все равно будет косяки и отолью и еще была одна просьба на прошлом видео также один зритель написал многие поддержали то что я в центрифуге отливают этот вот цилиндр попросил человек его сломать показать на излом вот и сейчас я когда за полю горн пока там будет все разогреваться мы его попробуем сломать сначала в тисах вдруг не получится в тисках тогда уже кувалдой и сравним с отливкой вот это вот моторный алюминий это головка моторная 1 переплавки я его уже над пилил надломил ну пока чтоб не было видно и сравним это отлита просто форму и всего и остужен еще в воде вдобавок посмотрим структуру здесь и посмотрим структуру здесь какие будут кристаллы на алюминии ну а что как это решать вам потому что я в этом не специалист структуре совсем как раз таки вы и по и по напишите мне что и как где лучше продолжаем печь расходится так что все тигель я зарядил заряжаем и так в тисках пытаемся ломать трубу нельзя но ради вас один трубу не одену тиски сломаю ага лопается есть трещина есть пошел цилиндр не тиски же пошли нет цилиндра нормально все равно сопротивляется есть есть в четырех местах все сейчас будем смотреть вот оно что вышло на изломе теперь предоставляю вам время разглядеть структуру это ну и пожалуйста мне напишите что лучше то есть видите да где цилиндр отлитый в центре фуги намного мельче мельче кристаллы а там где просто отлита в болванку там крупнее так ну все жду ваших комментариев давайте переходим к плавке вот он родненький пошел вот так и сегодня решил поработать заливать буду в эту форму я ее только отжег потому что старые формы они все ржавеют и они годятся ну то есть вот такие из-под вы дышки они годятся все только для выплавки следующих заготовок скажем так что-то нормально в них выплавить в них уже не вычистить поэтому каждый раз для что-то делового для работы нужно плавить в новой форме так вот так и сделал колокол колокол прогрелся с горелкой что там никакой влаги не было и запихнул этот пластик туда внутрь буду постепенно потихоньку опускать чтоб никакого там хлопка ничего не было но на всякий случай очки и маски оденьте вдруг до вас долетит вот прошлый раз я просто уронил он сверху упал в этот раз попробую опустить на дно что получится посмотрим связи с опасной ситуации решил сейчас вот 700 градусов нагрел хватит буду пробовать камеру не закоптить все начинаем продолжать ай печка вся будет черная придется отмывать уже те я не в каждом эксперименте так переживаю очень уж мне интересно что получится попробовать помешать булькает слышно наверно пусть булькает без меня сейчас перегорит вы ну пусть чуть-чуть остается и буду выливать форму я поставлю в песок и вылью не закапывать не прогрева ничего что там сейчас получилось но все теперь включаемся на заливке пришло вам это показать смотрите шлак снимается как и с дегазатором пленка сверху смотрите поднимается вся почти может правда сработала форма справа это наша сегодня экспериментальная а те две просто так старые формы так ну и в первую я буду заливать которую бон сегодня то есть право вот 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 Готово! теперь ждем достал я заготовки форму не повредил все нормально вывалилась воду закинул уже через час после отливки никакого шипения не было ничего так что думаю тут я уже этот процесс кристаллизации не нарушил смотрим вот здесь на дне блестит прям красивая такая выше чем выше короче пузыри какие-то всякие ляпухи сейчас будем проверять вот оно блин но это или непонятно или шлак или сразу на дне скорее всего он кристаллизовался застыл так проверим посмотрим что что будет а вот это ну то что просто без всякого расчета отлил остатки ну ее и трогать на ины не буду у нас главный подопытный вот этот вот и и сейчас будем протачивать поехали в станок перед запуском вопрос клетей щекам прошлый мой эксперимент проходил летом с пластиком как раз тогда дождей долго не было и влажности воздухе было мало в этот раз ночью был туман и даже когда вот я отливал плавил с неба мал по малу капало летела то есть влажность почти сто процентов влияет ли это сильно на отливку напишите как это потому что вы пишите в комментариях что с воздуха воду все-таки алюминий сосет и вот возможно этот эксперимент и не настолько чистый как я думаю ну а теперь все начинаем продолжать ой 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 да тут дырок блин пластик работает пластик совсем не работает не знаю даже стоит ли вообще вверх протачивать но сейчас протачу то же самое что сверху что снизу одинаково сейчас я рассмотрю еще попытался показать вам через лупу потому что мне через нее видно лучше намного все это на камеру оказалось что лучше зубом работать и намного лучше показывает что получилось вот теперь смотрите что получилось это вверх это низ низ я правда потом без вас что прошел немного резцом и наждачкой поработал везде одинаково везде одинаковые поры и поры они они не круглые как другие вот поры бывают а им такие рваную видно да вам что нирваны и у меня такое подозрение что это как раз таки от сгоревшего пластика шлак потому что в том видео я использовал еще и дегазатор все-таки наверно поднял этот шлак а здесь дегазатора не было был только пластик хотел я проверить что как он сработает и вот такой вот итог вот так он сработал только один пластик поры необычные короче они больше похоже это как на вкрапления какие-то шлаковые и поэтому открыт новый вид материала пена алюминий кому в строительстве надо обращайтесь вторую баллонку протачивать этому без толку и не буду ну короче не не ахти не то что не ахти это совсем не ахти все-таки разрешился этот вопрос потому что многие писали а вдруг пластик сработал а вдруг не пластик сработал возможно он и помогает потому что я говорю пор как таковых этих просто пузырей их нету таких круглых овальных как обычно бывают именно тут они какие-то все многогранные как будто микро кусочки какие-то чего-то наверно вкрапление пластика горелого наверно я не знаю пишите свое мнение мне интересно правда читать так ну все а на следующей неделе в центрифугу опять нырнем будем делать подробнее как я уже говорил в прошлом видео так что ждем все всем удачи здоровья до новых встреч